Российские пропагандистские СМИ заявляют, что в ноябре 2023 года кораблестроительное предприятие Севмаш планирует провести физический пуск двух реакторных силовых установок на атомном крейсере «Адмирал Нахимов» проекта 11442М, который до сих пор проходит ремонт на этой корабельной верфи. Россияне отмечают, что сам факт физического пуска реакторов на крейсере «Адмирал Нахимов» будет означать начало полномасштабных испытаний, которые позволят в частности сделать вывод относительно функциональности всей ядерной энергетической установки. Проще говоря, россияне во время этих испытаний проверят, можно ли вообще на этом корабле запустить реактор и вывести крейсер в море, и уже потом будут планировать вероятный ввод в строй «Адмирала Нахимова» как флагмана Северного флота вместо крейсера «Петр Великий», запланированного уже под списание. Добавим, что еще по состоянию на август 2023 года те же российские пропагандистские СМИ фиксировали, что на перманентный ремонт атомного крейсера «Адмирал Нахимов», продолжающийся еще с 1997 года, было потрачено уже более 200 миллиардов рублей, или эквивалент 5 миллиардов долларов если учитывать средний курс валют за весь этот период времени. И это мол еще не верхняя граница. Для сравнения, для США дешевле обошлось даже построение революционного эсминца USS Замвулт, который стоил всего 4,4 миллиарда долларов. А новый эсминец класса «Арлиберг» может стоить вообще в 2-3 раза дешевле, чем россияне уже потратили на ремонт и модернизацию «Адмирала Нахимова». Российская пропаганда до этого заявляла, что этот атомный крейсер в результате ремонта и модернизации должен получить аж 80 вертикальных пусковых установок под ракеты «Калибр Ионикс» и даже вроде бы под гиперзвуковые цирконы. Но в итоге оказалось, что сами россияне пока не уверены, можно ли вообще на этом плавающем аналога в нете запустить реактор и вывести сам корабль в море хотя бы на ходовые испытания.